Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В компании «АвтоСтронг» 200000 очень качественных запчастей по отличной цене, с отличным сервисом и быстрой доставкой. Прямо сейчас мы пройдемся по итальянцам. Итак, встречаем 16-клапанный двигатель 1.6 Fiat Stila. Атмосферный двигатель с объемом 1.6 чугунным блоком относится к безымянному семейству двигателей, которые начали выпускать с 1970 года. Эти двигатели объемом от 1.2 до 1.8. До 1995 года все двигатели оснащались одним распредвалом, а после 1995 года этот чугунный блок накрыли ГБЦ с двумя распредвалами. Также в 2002 году изменили конструкцию блока цилиндров, то есть уменьшили диаметр цилиндров и увеличили ход поршней. При этом объем 1.6 остался неизменным. Комплект ремня ГРМ остался прежним. Система зажигания получила индивидуальные катушки, впускной коллектор, часть впускного коллектора стала пластиковой, а также этот двигатель получил электронную дроссельную заслонку. Этот модернизированный 16-клапанный двигатель устанавливали на Fiat Marea, Multiplo, Doblo, Stilo, Bravo, Bravo, а также на Lancia Libra. Мы будем сегодня разбирать двигатель, снятый с Fiat Stilo 2003 года. Данный двигатель 1.6 надежный и ресурсный. Как показывает практика, эти двигатели в основном погибают из-за экономии на обслуживании. Случается, что у него заливают даже минеральное масло и воду в систему охлаждения. Также к серьезным поломкам может привести неправильное установка ремня ГРМ. Также немало хлопот доставляет электрика автомобилей Fiat. Коррозия поражает провода и клеммы, и это приводит к спорадическим глюкам и внезапному отключению двигателя. Блок управления на двигателе Fiat 1.6 изначально является слабым местом, потому что он неудачно установлен на двигателе и подвержен вибрациям и перепаду температур. Во-вторых, плата Magneti Morelli не особо надежная. Точки пайки и дорожки на этой плате трескаются. Для решения данной проблемы владельцы переносят ЭБУ со штатного места и ставят его между корпусом воздушного фильтра и двигателем. Для этого устанавливают самодельную подставку. Также иногда владельцы приподнимают ЭБУ над стандартной дюралевой опорой, которая передает на ЭБУ слишком много тепла. Некоторые же владельцы даже заморачиваются и переносят ЭБУ в салон. Из-за глюков в ЭБУ возникают самые разнообразные симптомы. Двигатель нестабильно работает, глохнет, появляются ошибки, которые указывают на отсутствие связи с исполнительными элементами. Также по отдельности выходят из строя элементы. Например, из-за взорвавшегося конденсатора дроссельная заслонка может потерять связь с двигателем и двигатель не будет никак реагировать на педаль акселератора. В случае поломки неисправный блок управления можно поменять на новый либо же отличный БУ. Также может помочь ремонт с заменой неисправных элементов. При установке БУ-шного блока его надо обнулить. Тут без пайки и инструкций не обойтись. Датчик положения коленвала установлен снаружи двигателя на отдельном держателе. Датчик положения коленвала считывает данные по зубчатому венцу шкива коленвала. При больших пробегах датчик коленвала может работать с перебоями. Из-за этого двигатель может не заводиться с первого раза и глохнуть без причин. При замене датчика очень важно выставить правильный зазор между ним и зубчатым венцом шкива коленвала. Зазор должен быть от полумиллиметра до миллиметра. В комментариях вы очень часто спрашиваете, где Паша? Паша был в отпуске. Итак, встречаем загоревшего и отдохнувшего героя. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка с электронным сервоприводом часто сыплет ошибками, во время которых двигатель перестает слушать педаль акселератора. Опытные владельцы автомобилей Fiat знают, что в этом случае надо комплексно проверять и дроссельную заслонку, и блок управления двигателем. В электронной дроссельной заслонке чаще всего выходит из строя потенциометр датчика ее положения. Проблема известна. Протираются графитовые дорожки датчика. Эффективных способов ремонта нет. К тому же датчик отдельно не продается, поэтому нужно покупать отдельно заслонку. БУшный, естественно, дешевле. Но перед этим следует тщательно прозвонить проводку между ЭБУ и заслонкой. Убедиться в отсутствии трещин в пайке пинов ВБУ. Также иногда бывает, что отсутствует контакт в разъеме заслонки. Катушки в двигателе 1.6 Fiat служат долго. Проблем особых не вызывает. Если что-то с ними случается, то, скорее всего, это пробой изоляторов наконечников. Также двигатель может плохо заводиться, либо глючить из-за датчика температуры охлаждающей жидкости. Нередко между пластиковой и легкосплавной частью впускного коллектора возникает подсос воздуха. Двигатель тогда жалуется на бедную смесь и нестабильно работают. Также могут слышны быть подсосы воздуха между половинами коллектора. Эта неисправность лечится заменой уплотнений впускного коллектора. Форсунки на двигателе 1.6 Fiat установлены в легкосплавной части впускного коллектора. Добраться до них хлопотно и долго. Иногда для упрощения данной процедуры снимают передний бампер и радиатор. Нельзя сказать, что форсунки двигателя 1.6 Fiat не надежные, но иногда загрязняются. Тогда двигатель работает нестабильно, ест больше топлива и наблюдаются провалы в мощности. Если форсунки загрязнятся, то их можно почистить. Также проблема может быть и в обмотке. Для проверки форсунок можно измерить сопротивление. Сопротивление исправной форсунки от 14 до 17 Ом неисправной падает меньше 5 Ом. Проверили все форсунки. Итого 15 Ом. Все исправные. Замена и натяжение ремня ГРМ на двигателе 1.6 Fiat требует специальных инструментов и точного соблюдения процедуры натяжения ремня. Первое. Надо поставить первый цилиндр в положение в верхней мертвой точке. Для чего используется индикатор часового типа, который вставляется в свечное отверстие. Затем распредвалы фиксируются кондукторами, которые вставляются в отверстие вместо заглушек в задней части ГБЦ. Потом приотпускаются болты шкивов, старый ремень снимается и устанавливается новый. После установки нового ремня и натяжителя, натяжитель надо выставить в положение максимального натяжения. Для этого используется специальный инструмент, который позволяет надавливать на ролик. Затем фиксируем ролик в таком положении и снимаем фиксаторы с распредвалов. Убеждаемся, что все шкивы зафиксированы. После этого нужно провернуть коленвал на два оборота и проверить все установочные метки. Если все в порядке, то тогда надо зафиксировать натяжитель в установочное положение по индикатору натяжения. При несоблюдении такой процедуры можно ошибиться на один зуб, либо даже на пол зуба. Тогда двигатель будет работать с очень странными симптомами. То есть неровный, холостой ход и даже может глохнуть. Оба распредвала установлены в головке блока цилиндров в разных корпусах. Здесь же находятся и гидрокомпенсаторы. Обычно с распредвалами и гидрокомпенсаторами в данном моторе ничего не случается. По состоянию кулачки распредвалов – огонек. Нередкая проблема двигателя 1.6 – это слетание маслосъемных колпачков. Маслосъемные колпачки просто слетают с посадочных мест и тогда масло по клапанам попадает в цилиндры. Тогда двигатель буквально выпивает масло, потому что оно большими порциями попадает в камеры сгорания. Чтобы поменять маслосъемные колпачки, надо снимать распредвалы. Также при замене маслосъемных колпачков можно провести ревизию ГБЦ, потому что очень часто наблюдается износ направляющих втулок клапанов. В данном случае мы не видим признаков износа либо соскакивания маслосъемных колпачков. Нередко на двигателях 1.6 от Fiat пробивает прокладку ГБЦ. После этого антифриз попадает в камеры сгорания и попадает в каналы системы смазки. Симптомы – комплексный дым из выхлопной трубы, а также эмульсия на маслозаливной горловины. Если у вас такие симптомы, то не затягивайте заменой прокладки ГБЦ. Если говорить по состоянию данной ГБЦ, то мы видим маслосъемный нагар, также свежее масло. Маслосъемные колпачки здесь скорее всего ни при чем. Все дело в залегших маслосъемных кольцах. Сейчас разберем дальше и в этом убедимся. Хон цилиндров хороший. С этими блоками, как правило, ничего не случается, но мы видим нагар на донышках поршней. О состоянии поршней. Как мы и подозревали, маслосъемные кольца все закоксованы, но не залегли. Что маслосъемные, что компрессионные. Обратите внимание на интересную маслофорсунку, которая просверлена в центральной части наискосок. Обычно мы видели маслофорсунки шатунные в боковой части. На первый взгляд состояние шатунных вкладышей неплохое, но с одного вкладыша откололся поверхностный слой. Если говорить о коренных вкладышах, то они тоже изношены частичками закоксовавшегося масла. Аналогично шейки коленвала были повреждены закоксовавшимися частичками моторного масла. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали достаточно надежный и простой мотор. Автомобили с таким мотором очень дешевый. Говорить о каком-то хорошем обслуживании не приходится, поэтому данные моторы мрут как мухи. Если вы хотите знать о моторах и коробках, в запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания Autostrong.